РЕБЯТА И УТЯТА А когда вода спала, пришлось все три версты путешествовать к озеру. В местах, открытых для глаза человека, лисицы и ястреба, мать шла позади, чтобы не выпускать утят ни на минуту из виду, и около кузницы, при переходе через дорогу, она, конечно, пустила их вперед. Вот тут их увидели ребята и зашвыряли шапками. Все время, пока они ловили утят, мать бегала за ними с раскрытым клювом или перелетывала в разные стороны на несколько шагов в величайшем волнении. Ребята только было собрались закидать шапками мать и поймать ее как утят, но тут я подошел. — Что вы будете делать с утятами? — строго спросил я ребят. Они струсили и ответили. — Пустим. — Вот то-то, пустим, — сказал я очень сердито. — Зачем вам надо было их ловить? — Где теперь мать? — А вон сидит, — хором ответили ребята. И указали мне на близкий холмик парового поля, где уточка действительно сидела с раскрытым от волнения ртом. — Живо, — приказал я ребятам, — идите и возвратите ей всех утят. Они как будто даже и обрадовались моему приказанию. Прямо и побежали с утятами на холм. Мать отлетела немного, и когда ребята ушли, бросилась спасать своих сыновей и дочерей. По-своему она им что-то быстро сказала и побежала к овсяному полю. За ней побежали утята, пять штук. И так по овсяному полю, в обход деревни, семья продолжала свое путешествие к озеру. Радостно снял я шапку и, помахав ею, крикнул. — Счастливый путь, утята! Ребята надо мной засмеялись. — Что вы смеетесь, глупыши? — сказал я ребятам. — Думаете, так-то легко попасть утятам в озеро? Снимайте живо все шапки, кричите «до свидания!» И те же самые шапки, запыленные на дороге при ловле утят, поднялись в воздух. Все разом закричали ребята. — До свидания, утята!